Всем привет дорогие друзья! Сегодня в своем видео я покажу свою интересную работу. Это эффект цельной мраморной плиты, которую я делал на стене. Я взял себе образцы. Изобразец это белый мрамор с темными прожилками Бьянка Карара. Самое интересное, что я попытался сымитировать его, сделать точнее из акриловой шпаклевки. Это квартира моих друзей, которую они купили недавно. По финансам у них не очень было. Поэтому мы решили сделать, скажем, для меня это был интересный эксперимент. Дело в том, что коммерческих заказов я никогда не делаю из шпаклевки. По трусзатратам, я вам забегу наперед, делать работу подобную из шпаклевки это самоубийство. То есть по времени, по нанесению, по сложности это очень тяжело. Но результат, в принципе, меня оправдал ожидания. Поэтому, в принципе, я не то, что советую. Я как вариант предлагаю вам вот такой способ нанесения. Получается достаточно интересно. Значит, в чем отличие, это то, что ниссанка на тонкослойная и хорошо наносится. Быстро можно сделать работу, хорошо шкурится. Шпаклевка, она очень такая плотная. Ее надо разбирать водой. Она достаточно тяжело шкурится. Ну, в общем, все свои недостатки. Но главный плюс то, что она хорошо полируется. Насухо. Итак, что я делаю. Значит, я беру, значит, материал наношу на самый обычный шпатель. И делаю прожилки. Я покрываю стену местами локально покрываю белым цветом. Затем, по мере высыхания, я буду брать шпатель и смешивать на шпателе белый материал с черным материалом. Потом уносить на стену и при нанесении он будет у меня смешиваться и получаться интересная текстура. Да, кстати, прожилки, которые у вас получаются, если они получаются у вас достаточно грубые, при высыхании их вы сможете прошкурить всегда. То есть, это не беда. Вот я беру темный мрамор, черный точнее. Добавляю его на шпатель к белому. К белой шпаклевке. Вот. И наношу на стену. И стараюсь шпателем растушевывать материал, достаточно плотно прижимая шпатель к стене. Да, еще хочу заметить, ребята, что вы должны посмотреть в интернете, поискать фотографии, картинки белого мрамора. Как правило, это Бьянка Карара называется такой мрамор. Вот, чтобы взять себе заобразить фотографию, с помощью которой вы сможете работать. Моделировать, чтобы у вас было какое-то образное восприятие, чтобы вы видели, что вы делаете. Значит, в этом способе, что характерно, вы наносите материал, отходите, смотрите, и потом, если вам, допустим, много темного, вы по мере высыхания, вы можете его перекрыть светлым. И наоборот. В принципе, нанесение достаточно несложное. Постараться, то можно добиться хорошего результата. В принципе, можно такую работу делать, ну, в понятикоммерческих заказах. Так у меня получается. Знаете, самое главное, что здесь не нужно бояться экспериментировать. То есть, самое интересное. У меня есть видеоролик, где я делаю там черно-белую, тоже венецианскую штукатурку с прожилками. Я расскажу, как это делать. В данном случае у меня, то есть, как бы здесь не тоненькие прожилки. У меня прям такие массивные они получаются. То есть, я просто экспериментирую. Делаю эту стенку. Вот у меня, еще раз повторяю, материал подсыхает. Я наношу светлый материал на темные места. Материал, когда он сырой, он, сквозь него, ну, хорошо просматривается темный цвет. Когда материал подсыхает, вот, то он перекрывает темные места. Поэтому, если вы хотите перекрыть какие-то пятна, то вы стараетесь шпателем не сильно давить, значит, придавливать к стене. И, тем самым, материал будет больше вариться на стену. Если хотите убрать материал, то, грубо говоря, сошкрябать со стены. Смотрите, вот эта стенка, тут примерно где-то 17 квадратных метров. У меня заняла работа, ну, примерно 2 дня. Два дня я потратил на эту стенку. И при том, что работа действительно была очень тяжелая. Все, после того, как мне материал подсох, я беру нардачную бумагу. Опять-таки, хочу сказать, что вы должны брать нардачную бумагу, где-то номер 320 и выше, вплоть до номера 800. Для чего материал очень хорошо царапается. И когда вы будете полировать, при полировке, все царапины будут видны. Сильно-сильно будут видны. Поэтому, даже если вы взяли там номер, там, не знаю, 240. Дело в том, что нардачка очень быстро забивается. Все, вот я показываю, что я беру маленький шпателек, мастихин называется. Вы можете взять любой небольшой шпателек и локально, где-то можете добавить себе какую-то прожилку, где-то немножко изменить текстуру. То есть, кстати, очень удобно наносить, вот делать такие красивые вот стены. Еще раз повторяю, не забывайте смотреть на фотографию или на картинку. И самое интересное, ну, самое главное точнее, что вы всегда можете лишнее прошкурить и убрать. То есть, в данном случае, когда ношу такие точечные локальные вот прожилочки, я стараюсь их не сильно не растушевывать, не прижимать. Я их потом сошкурил и все. Они у меня исчезли. Все, после того, как я, значит, все прошкурил, все мне понравилось, я беру болгарку с регулировкой оборотов, ставлю примерно регулировку на 5000, беру ножащий на круг, уже лысый-лысый, либо покупаю новый, это номер там 1500-1200 и начинаю полировать. Полируется прекрасно, кривая шпаклевка, потрясающе просто за счет вот темного световых оттенков цвета, то появляется у меня глубина. Смотрится очень, ну, здорово. Просматриваются прожилки. То есть, в принципе, результатом я остался очень довольным. Полировать, ребята, это такой, самый, такой вот, трудоемкий процесс. Рука после болгарки очень гудит. Ну, После того, как я все заполирую хорошенечко, я буду носить воск, вот на всю поверхность, воск для венецианской штукатурки. А позже буду, опять-таки, его полировать болгаркой, только уже с помощью войлока. Вот так выглядит у меня стена. Такой появился у нее блеск. Это без воска еще. То есть, она хорошо уже блестит, у меня достаточно гладкая, отполированная. Все, вот я беру воск для венецианской штукатурки. Значит, я воск наношу небольшими порциями, где в том, что воск, он очень тонкослойный и наносится, там вот, немножечко взявши на шпатель, там буквально немножко, вот хватает на пару квадратных метров, два-три квадратных метра. То есть, хорошо растягивается по поверхности. Я наношу его, немножко приполироваю и оставляю его подсыхать. Просто по мере подсыхания, то есть, ну, точнее, не по мере подсыхания, а после того, как у меня сделана вся стена, то есть где-то проходит от час-полтора времени, я уже буду полировать. Вот так у меня это выглядит до полировки. Кстати, вот я беру волочный круг, это с натуральной овчины, надеваю на болгарку с регулировкой оборотов и уже начинаю полировать вылоком. Воск, он забивается во все впадины. И вообще, блеск становится вообще-то идеальный. Вот так у меня блестит стена, как зеркало получилось. Значит, по себестоимости материала-то получилось где-то в два с половиной раза дешевле, чем если бы я использовал бы венецианскую штукатурку. Ну и, в принципе, такой достаточно интересный эксперимент. Друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментарии, с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал. В общем, спасибо за внимание, за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok